приветствую друзья начинаем мы сегодня новое прохождение игры вестерос эра точнее эпоха маленьких или раздробленных небольших королевств за 700 целых лет до собственно прибытия вестерос таргаринов и завоевания всего этого дела будем строить свою историю голосование у нас прошло голосование вы отдали свое предпочтение за амберов да вот эти вот ребятюшечки проходить день и у нас будет наверно короткой кампании надо захватить 15 областей в том числе последний очаг на это собственно наше королевство собственно наша столица 30 ходов он должна быть в наших руках нужно захватить дредфорд который находится в руках болтонов болтонов ребятюшек которые любят снимать кожу со своих врагов да и не только со врагов ну и собственно пережить гибель державы болтонов конечно же вся сложность у нас будет максимально высокая так советы отключены все отключено ну и можем начинать да это читать мы не будем эй хайтауры не нужны мне хайтауры так у нас хорошая тяжелая конница да но кишки поехали довольно таки красивые заставки я немножко поиграл за другой дом правда за лав которые не смог победить голосование а он не нравился такие красивые там ребятах красивые флаги в общем заставки прикольные прикольно мне понравилось и окс ну и собственно здесь нам рассказывается о команде разработчиков кто чем занимался спасибо им конечно же создание этого великолепного мода здесь говорится о том что нужно завоевать север несомненно так и мне немножко звук не не нравится как-то вот это дело надо уменьшить наверное а то что там как-то орет больно сильно и так значит амберы один из домов севера наряду со старками болтанами дарнулами или дарвинами или как там правильно дастинами в общем желтым желтенькими ребятами новыми так ну то наша наша карта да вот наша столица последний очаг у нас как видим одни одни крепости вообще в игре одни крепости замки городов очень мало ну и собственно вот то что нам нужно завоевать столица болтана в город дредфорд столица да ну и помимо этого еще взять 15 областей у нас целых три с половиной тысячи ходов чтобы это сделать я не знаю зачем так много я так понял один год это пять что ли ходов что-то такое примерно муж я ошибаюсь точно не не считал но как-то так я не знаю зачем так много было сделано но ну шутку с ним сделали сделали давайте разбираться в нашей политике значит у нас союз с ночным позором но это пофигу на них честно говоря так понимаем там будут сидеть и не выеживаться воюем у сразу с болтанами да и все давайте пробежимся что у нас тут по домам севера собственно вот болтаны они помимо нас воюют еще и со старками вот это это хорошая новость это мне нравится а старки воюют помимо собственно болтанов еще и с дастинами как интересно судьба сложилась то у нас но моя идея вообще взвоевание в полном завивании всего севера то есть образование великого дома амбера за место старков который будет рулить 7 севера но это если конечно же будет ваш интерес и будут ваши просмотры лайки комментарии если же нету выполним компанию вот эту 15 областей дредфорд с болтанами и на этом закруглимся в общем все как обычно друзья в ваших руках не забывайте об этом я к чему еще можем сделать у меня есть погребальный костерку в котором есть порт это прекрасная новость значит надо сразу заказать галеру сразу заказать торговые суда да также здесь мы видим что вот это дело тут есть кстати даже здание которое не стоит ничего просто ноль просто построить надо допустим как некая охотничья резиденция которая отбавляет 5 процентов порядка но при этом увеличивает опыт стрелков то есть там где вы собираетесь нанимать лучников имеет смысл построить это дело другое другой вопрос что шитью знает где именно вы будете нанимать этих лучников а где не будете еще такое же бесплатное строение есть понимаю роща что ли какая-то трудно благополучие 10 процентов и рост влияния также за 0 он строится в при 5 ходов да но можно нанять вот это дело тем больше что она нам ничего стоить не будет пускай будет да вот кстати как раз вот фрост холд я бы нанял бы поставил бы вот это дело чтобы лучников нанимать я коготь гиганта а единственную нормальную постройку наверное мы прямо в столице поставим этот как раз таки это понимаю поля поля фермерство все такое отлично даже нанимаем сразу посла потому что изначально у нас его вообще агентов никаких нету по дипломатии мы уже посмотрели наше генеалогическое древо у нас есть король хозер 37 лет его жена ария знакомое имя ария 36 и у него четыре сына младшенькие морс 17 лет джон 18 она так понимаю там они с клику хами с разными этот элдора янгер 20 и принц принц хозер король ухозера и это тоже хозер а 21 но хорошо принц и есть семья большая есть куда развернуться нам кстати какой принцессу выцепить на самом-то деле было бы чрезвычайно правильно но я думаю что нужно сделать зерк раш до зерк раш и попытаться поймать болтану со спущенными штанами что у нас по экономике вообще а мы здесь всего пан заказывали сейчас уже и не поймешь что у нас по экономике но если на им войск убрать и строительство 4 400 да да ну вроде как мы в плюсе там в небольшом то есть у нас по идее это вот они расход 2000 за выплаты и 1300 содержание это 3 300 да и примерно такие же доходы и плюсом у нас идет ровно вот эта тысяча которая является казной правителя ну что ж хорошо конечно ничего хорошего то сейчас войска еще заказывать надо будет так но здесь у нас куча народа собственно сразу берем наверное надо взять короля потому что у него численность больше всего да и собственно я хотел посмотреть является ли он до ночным воином он является это это обязательно значит надо брать и идем вот куда-нибудь сюда да есть наемники на их сейчас брать не буду мы их возьмем на следующий ход так отсюда пожалуй заберу вот этих ребятю не да и собственно вперед продвинемся так отсюда кто-нибудь вообще опасно отсюда забирать почему опасно потому что вот здесь район одичалов довольно таки значительный и там в поселках живут собственно эти одичалы и могут в любой момент к нам прийти поэтому какой-то минимальный гарнизон в любом случае нужно содержать дальше так отсюда наверно вот здесь наверно что нанять надо будет вопрос только кого кого будем нанимать тут есть наверное можно сказать практически читерский отряд ну как он это что в читерский на как понял компьютером активно пользуется это копейщики копейщики они подписаны как копейщики там дальше любую фракцию не идут самый дешевый юнит они 29 цена 400 зато очень дешевое содержание 125 монет то есть если взять топорчики они еще дешевле нифига себе я значит погорячился так говоря да а другие ребят у меня вот здесь вот эти копейщики 125 да по отношению к этим то они самые дешевые а так то есть и подешевле топорчики зато топорчики 5 9 нам лучше взять их вторыми нанять лукаря со всадниками здесь готовить войско и собственно вот здесь можно что-нибудь подзаказать те же самых топорщиков еще пару-тройку отрядов лукарей брать не брать всадников точно не надо мне там генералов навалом можно вот эти копейщиков мясо нам потребуется много киак тияк но мы в принципе практически готовы да давайте даже под сохранимся но и будем делать наш первый ход в этом мире но как видите даже вырезать ничего не надо настолько все быстро происходит так у нас все нанялось и даже посол и мы минус 1000 имеем это конечно очень плохо я бы сказал весьма весьма ну тут понятно что по балансу мы как обычно в заднице в какой-то находимся до frost hold построил эту фигню теперь давай нам что-нибудь а вот за бесплатно строить и так переобучать меня никого переобучать не будем я кто-то тут ама забираем эти два отряда здесь наверно одним отрядом давайте сходим и посмотрим на всю эту прелесть здесь какой-то джон болт у нас встречает 19-летний да здесь тоже надо сбегать и глянт на все это дело мы в принципе да армия армия у нас не доходят в этот ход и это очень печально давайте поставим стражевую башню чтобы все это дело рассмотреть болтаны они разошлись видим принца дом рена но здесь куча у них членов семьи почти во всех фракции то что здесь не получится так что убил принц убил короля и ты в дамках нифига подобного семейства везде большие и даже если убиваешь вроде как правящий роту подключается какие-то дальние родственники и все по-старому так нет интересно если мы сюда придем сможем ли мы тут еще даже на емнике есть то сможем ли мы напасть да мы можем напасть и уничтожить одного из болтонов ну что же давайте приступим собственно собственно гений да гений то гения вот гения мы сейчас и порешаем они хорошие хорошие телохранители 719 у нас в принципе такие же по идее должны быть собственно еще бы армию нашу показали бы что у меня там ну ладно сейчас зайдем в бой увидим поехали так ну-ка давайте поставим на паузу значит наш амбер ну да точно такая же конница 719 тяжелая рыцарская конница вот они ребята эти но конечно после таких шикарнейших модов как итальянские воины как новый тефтонец блатная стали юниты конечно выглядит очень простенько неказисто можно даже сказать но ребят моды разные и этот мод отдающие прямо очень сильно пахнущие ванилью принципе имеет свое определенное очарование изюминку я уже не раз в такие подобные моды играл можно вспомнить княжества антиохия можно вспомнить данью уэльс мы играли за разные дополнения kingdoms очень даже не неплохо смотрится и тем более играется этот мод примерно такому же типу относятся вполне себе должен зайти всадники альдер вуда 5 10 с натиском 6 а кстати натиск не посмотрел здесь 9 зато их 60 тоже неплохо так топорщики 59 вот они эти красавцы стоят на датчан чем-то смахивают такие уж суровые дядьки с топорами и отряд лукарей до лукари в ближнем бою вообще никакущий 1 3 зато дальний бой не шестерочка это хорошо они кстати еще могут ставить отставить ставить не 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 могут ставить эти не могут ставить колья просто были у меня ребята которые могли это боевочка собственно вон у наш супостат супостат идет и думаю мы сперва отстреляемся лукарями до дальше они скорее всего попытаются протоковать прочаржить пехоту и тут мужик конец и подключимся во фланг как-то так все это должно выглядеть вот вот она жара начинается лукарем конечно им им тяжко будет пробить 19 защиты тут доспехи семерочка щит пятерочка в общем шестеркой то были бы арбалеты с 12 вот это было бы жара а так я надеюсь они какие-то потери в любом случае смогут нанести этим негодяям в любом случае пора включать нашу конец у как видим они топорщиков очень даже легко раскидали 24 это всего лишь двоих чума так вот этот отряд отходи надо как перестроиться там перестроиться нам не дали да тут пока один единственный отряд хрен замнешь ну постепенно моих конечно тут так отставить стрелять хорошими там больше по своим час накидаете чем по чужим и тем более уже осталось не так что много 14 но я думаю не без потери но справиться мы должны пиа 30 процентов какой кошмар нам бы главное своего этого гена не потерять бы а то будет очень-очень неприятно девять осталось можно наверно даже немножко ускорить все это действие наши так понятно что победим вопрос лишь в цене которую мы заплатим за эту победу шестера осталось трое нет и подожди так делать ты собственно еще у нас генерал то не сдох куда это ты он пытается выбраться не это дело не делается вот мы его убили вот теперь можно и и заканчивать охренеть сотку отдали отдали сотку за одного генерала жестко но вы параметр-то видели да то есть есть за что отдавать это он еще только один чарши смог сделать ха 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 и то там пол отряда они сдохло обалдеть конечно же мы джона бултона казни вот вот этих ребят сюда поставим скорее всего меня здесь про атакуют да так и надо брать наемничков кого мы можем взять я бы взял мечников собственно пикинеров тоже два отряде к ох как и нас тут засады ждала так ну король наш расширил свиту но это как всегда да когда берешь наемников ухудшились отношения шить бы с ними ну и наш генерал получил лояльность и жестокость жестокий командующий наверно сохранимся и будем делать следующий ход да ну наверно да так посол у меня есть посол вот он он поехали но к сожалению съехал он блин не туда да так прибыла к нам принцесса старков и они нам предлагают торговый договор но я знаете еще предлагаю заключить союз женить наследника на берце старк шестни что она такая нет у меня желание искать какую-то другую так очень щедрая да давайте с них потребуем тогда денежку за это дело две пятьсот неуверенный отказ так давай хоть карту отдай отсутствие интереса вот щеглы дали нам новое задание так понимаю поговорить с дастинами да вот здесь хорошо улучшились отношения со старками но давайте еще раз с ними переговорим все таки заключим союз согласие отношения великолепные женим наследникам тоже согласие обменяем карты невыгодно да мы и гадить на эти карты все наследник у нас теперь женат на берте амбер уже амбер была старк теперь амбер ну хорошо хотя конечно там всего лишь три звездочки у нее было но ничего страшного в этом нет там старки на нас теперь вряд ли нападут пока с болтами не будет покончено так так что мы тут будем делать на эти засранцы засели в свой дредфорд куча народа там я думаю что мы будем делать нас очень много конец и в то же время очень мало пехоты в отличие от супостата мы еще умудрились в минус вылезть ай наны 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 так твердыня да ну будем пытаться как-то что-то сделать а хрень тут еще скажешь у нас почти целый стек должны осилить ворвемся туда и наведем шуруху метатель и топоров 5-9 тут собственно король родрик собственно здесь же и принц как говорил это ничего не значит они здесь куча членов семьи так что нам в любом случае не светит что у нас по деньгам в минус мы уходим значительный так галеры еще не построилась да ладно ладно ну так давайте пропускать сохранимся и в следующий ход так завершились у нас строительство полей это кому эти поля нужны так ну и флот у нас теперь есть можно куда-нибудь отправиться мятежники появились не вовремя три отряда так где у нас там задание цель то ну я правильно отправился в принципе то да чего там в интерфейл наткнулись тяк тяк ну давай еще два отряда прибавим ну полноценный стек реально и пошли пойдемте штурмовать подкрепление как видим не присоединилась нас на 500 рыло больше ночью смысла не имеет так ну и что у них тут 44 44 и 40 конечно 84 рыцаря это будет сложно 8 19 да у меня даже а у меня есть стрелки два отряда да также конницы у них вольные всадники 7 и 11 два отряда копейщиков но это ни о чем 2 9 два отряда метателей топоров это серьезней но они скорее всего выползут на стены где мы их и примем и два отряда пикинеров 1 3 тоже неприятные ребята если с ними лоб в лоб сражаться могут доставить неприятности да и до хрена конницы которые не поучаствуют в этом сражении в общем по-разному может сложиться это сражение по-разному это сражение это сражение и но это сражение да вот и все что это это что это Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну здесь действительно целая такая серьезнейшая цитадель С двумя рядами стен Не просто нам будут ее преодолеть Прямо скажем С фланга решил зайти основным войском С лица оставить всю конницу Там один единственный таран только будет чем-то заниматься Ну что, полезли На эти самые стены Так, и где у меня там еще-то одни ребятюшки? Здесь нас тоже встречают И просто-то не будет Куча народа Но пока они здесь стоят Их меньше там Ну тут они, конечно, собралось их Да и боже Давай ускоримся Башни нас обкидывают Кто-то убегает Жесть, короче Мы уже процент убили Негодяи Так, лучников мы, наверное, это не будем пока тратить Боеприпасы у них Обождем Они нам еще могут пригодиться Ух, тут вообще народу Столботворение целое Четыре процента уже потерял Еще и масло Какая жестокая жестокость Может нам надо было Посаждать этот замок Но посаждать тоже, знаете Дело такое Ты смотри, как башни-то хорошо-то работали По нам Обалдеть Семь процентов И еще хрен знает Что на стенах будет Пошел замес Наемные мечники Против копейщиков-болтонов Ну, они тут должны Дать жару Тараны пока бездействуют А, нет Как бездействуют Они не бездействуют Ну-ка Пикинеры Пошли сюда И, конечно, нас подожгли И где помочь-то Давай вот здесь поможем Лукарей пока не трогаем А почему не было Картинки Заставки Что Ох, а тут они вышли Просто только вышли Ну, хуже не придумаешь Потому что непонятно Вот здесь что они Ничего Давай тогда Отведем Таран Башни Настреливают 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 Ужасно Ужасно Просто ужасно Один отряд Меня уже бунтует Бросайте свой таран Иди воюй Единственная у меня тут Возможность Это Конницу Послать Вот если вот здесь Вот получится Убить Вот эту Конницу Телохранителей Ну, блин Копейщики Простые Не справятся Наверное Они еще И уходят Куда-то Твари Тупые Блин Я отряд Один Пехоты Забыл Так Значит Конница Вся Пошла Сюда Ты Возвращайся За Тараном И Нам Нужен Центр Расковырять Единственный Наш Шанс Здесь Подержать Победу Отлично Пикинеры Пикинеров Убили Ты Здесь Хоть Помоги Чего Вы тут Стоите Ребят Ну что я могу сказать Равенство Равенство Так Конница моя Вроде как смогла Войти В эту Во всю Хню Единственное Давай Давай Выбегай Выбегай Мне нужен Таран Нужно Второе Кольцо Так Ворвались Мы Втира Телохранителей Да Ну давай Бери ты Этот Таран Чтобы Его Занугу И Об стенку 754 Раза Ну сколько Мне ждать То Вас А Давай Давай Атакуй Так Все Ну Взяли Вы его Нет Тупорезаем Так Вы значит Пошли Вон туда Ну в чем У вас Проблема То По жизни Ну Господи Наконец Все И Пойдемте В центр Нам нужно Еще Вот здесь Сломать Это Дело Если Получится Мы В Дамках Не Получится Значит Жопа Сейчас Конечно Мы Конец И Пробежимся Давайте Все 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 Входите Не Надо Вот Ряд На Ряд Сражаться Вот Окружите Их Войдите В них В них Забейте Их Молотками Шапками На Чем Угодно Ну тут Конечно Просто Мрак Просто Мрак Здесь Давайте Сойдем Вниз И будем С этой Конец Сражаться Здесь Что Еще Сражаются Так Это У меня Еще один Отряд Конец Давайте Куда Ни Сюда Пошлем Так Конец Справились Ну Почти Справились Там Еще Несколько Осталось Убить Если Кто То И Затащит Это Сражение То Это Лишь Мои Генералы Гена Остался Один Единственный Валите Негодяи Валите Этого Мерзавца Болтона Тыка его Тыка его Мечом Чтоб Жизнь ему Медом Не казалась У меня Сейчас Там уже Вся пехота Кончится Пока Вы Затыкаете В Семя Отрядов Наконец Так Случилось Чудо Чудное Все Побежали Дальше Где У меня Там Таран Его Не Перехватили Еще Ну Собираются Еще Нет Но Собираются Пикинеры Бежать на Пикинеров Это Это Глупо Поэтому Мы будем Здесь Бежать Сюда За этими Тоже Пикинерами Ну Парни Вам Представит Героический Просто Поступок Сделать Сдержать Их Кренделеем Так У меня Вот Здесь Конец Сейчас Прибежит А Вы Все Таки Не Смогли Да Пройти И Мне Повезло Что Эти Пикинеры Они Тупые Они Тупые Они Не Поставили Строй И У нас Есть Шанс Что Их Мы Просто Сейчас Перебьем Всех Но Перебивайте Что Мы Еще Остаются Так Здесь Убиваем 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 Не Даем Пройти Не Даем Отцел Другой Страны А че Не Даем Очень Даже Даем Если Они Сейчас Откроют Нам Двери То Мы С Помощью Коницы Вполне Сможем Прорваться Давай Давай Не Кидай Иди За Ними Так А Здесь Нас Почти Убили Да Иди Он Да Иди Он Там Помогай Таран Пришел Все Как Всегда Все Не Вовремя Так Здесь У меня Один Отряд Это Нем 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 И Бежит Так Вот Сюда Побежали Вы Тоже Не Останавливайтесь Тоже Зак Нем Спускайтесь Лукари Пришли Давайте Стреляйте Ладно Ладно Главное Только Под маслом Там Не Стойте Полная Порнография Я вам так скажу Творится Здесь Так Ну Вроде Как Мы Этих Убили Таран Сейчас Ломает Ворот Я надеюсь Что Ворот Конечно Откроется Так Здесь Обороняемся С Пикинерами Сражаемся Все дела Так Здесь Конец Моя Побежала Так Лучники В упор В телохранителей Стреляйте Нахрен вы мне В этих Стреляете Один Отряд У меня Сдох Лучников Да Потрясающе Так Вы вот сюда Встаньте Чтобы Конец Не прошла Не пробежала Тут Этим Всем Конец Будет Заправлять Догоняйте Догоняйте Вот Очень хорошо Бой Конечно ППЦ Стремный Так Вот Кто У меня Вот здесь Один Из Ген Застрял Да И он Бедолага С пикинерами Что ли Тут Сражается Ужас Какой Выйди Из боя Куда Нибудь Куда Туда Больше Мне даже На глаза Не показываюсь Давайте 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 Бегите Вот За ними Бегите Что У нас Там С тараном 36% Работаем Не надо Так Быстро Работать Ты Давай Правильно Работай Давай 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 За пикинеров Не давай Ему Бегать Не давать Преследовать Так Конец Встречайте Отряд От Вот Этой Хрени От Тарана Забегайте Внутрь И Вставайте На захват Ужасный Бой Ужасные Потери 60% Правда Казна В плюс Выйдет Везде Надо Искать Свои Плюсы Казна У нас Выйдет В плюс Куда 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 Иди Ну ладно Иконец Заходи Тогда Все Три минуты Пошел Отсчет Да Да Мы В принципе И противника Всего Закопали Убили Ну Конечно Это Здесь Мы Конец По-прежнему Расстреливаем Она Не шевелится Да Но Бой Нам Дался Тяжко Пехоты У нас Нету Вообще Ну Ладно Сделаем Один Отряд Лукарей Ну Сейчас Если Пообеду Что-то Восстановится Конечно Да Куча И они Даже Не атакуют Лучников Лучников Не атакуют Просто Стоят На месте Наверное Не особо Понимают Что же Им делать Куда Бежать Может Бухие Все Может Накурились Чем Что Там Вестеросе Принимают Явно Напились Каким Горячительных Напитков Холодно Зима Зима Близко Все дела Правда Не знаю Как там В данный момент Близко Не близко Было 40 секунд Полет Нормальный Зато Лучников Покачаем Все Победа Друзья Безоговорочная Победа Мы половину Войска Оставили В 717 Из 1600 И мы К сожалению Потеряли Генерала Да Вот этого Все таки Убили Походу Но это Моя вина Я зевнул Откровенно Зевнул У меня Все пошли По дальней Дороге Да Вот По этой Один Отряд По этой Побежал И он Раньше Прибежал В пикинеров И я Про него Забыл Его надо Было Отвести Ну ладно Цену Свою Цену Мы Заплатили Но зато Дредфорд Наш Мы его Давайте Грабанем На 7500 От у нас Денег Совсем Няма Вот Героическая Смерть Джона Джон 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 Да Вот Не самый Младший Так скажем Средний Средний Ребенок Погиб У нас К сожалению Героическая Смерть В бою Обидно Досадно Ну Дредфорд Того Стоил Что же Взяли Мы В самой Первой Серии Целую Цитадель Которая Теперь Будет Наша Это Круче Чем Наш Последний Очаг Ну и От него Будем Плясать Сейчас Поднакопим Пехотки И в следующей Серии Устремимся Целой Полноценной Лавиной На земле Болтонов Так что Ставьте лайкосы Пишите Коментосы Ну и конечно Подписывайтесь На канал Всем хорошего Пока Пока